приветствую вас дорогие зрители на канале михалыч топи геймс мы на аккаунте бутазавра сегодня будем идти на самую опасного босса в игре я попробую сегодня с помощью вот такой вот штукенции это же конечно наш уничтожитель который обозвали уже просто народе гвоздометом попробуем убить громил но если мы его не найдем то обязательно пойдем на слепарика слепарик держись может быть даже зацепим и ведьму вот это будет очень круто набрал всего и побольше модулей нет я надеюсь что вот этого оружия мне должно хватить выходим на глобальную локацию и конечно приступаю к поиску нашего громилы мы прибыли на опасную сосновую локацию я думаю что именно здесь и обитает наш граммиллион я понимаю что если гвоздомет просто не будет пробивать громилу я попробую убить его естественно с блока но или блоки использовать в качестве отстрела зомби хотя я думаю что пофиг на все и просто на изи сейчас будем убивать всех замгашек которые на нас нападут ведь это бесконечное оружие прочности этого оружия хватает на целых три часа вот так вот будем веселиться сегодня надеюсь на появление громилы ну а вы можете уже прямо сейчас подписаться на канал конечно же влипашить свой сочный лайкосик под этот видосик и написать комментарий как вы использовали свой гвоздомет если еще не использовали то как думаете его использовать что вы собираетесь или кого вы собираетесь убить может быть вы на фармине дискеты с координатами может быть вы конечно же открыли все ящики за талоны ну а может быть использовали в полицейском участке как у меня уже в одном видео показан 99 вон реально пройти с этим оружием конечно немножечко поменьше там прошел тем не менее взял с собой брони и немножечко вот смотрите за прям за одну минуту зачистил локацию но последующие локации у нас уже будет на изи так как мы попробуем искать громилку и встретимся уже когда громилочка появится поехали ребят хотите верьте хотите нет ребят я бегал больше часа по локациям потратил все глоки потратил гвоздометы ну в принципе очень многое времени потерял но так громилу не нашел в районе 30 локаций красных ребят вот это жесть ни одного громилы видать то после обновы он где-то жестко спрятался у себя в недрах тундры поэтому ребят сейчас я буду зараженный лес чистить с этого же во оружие думаю что это будет очень круто и в принципе бесконечное оружие очень таки круто выглядит я думаю это просто жесть это нормально нереально и подобных оружие бы побольше я бы выполнял много конечно бы заданий чтобы получить такие оружие я думаю что ввести его как ну не ежедневные но хотя бы раз в недельку например подними онлайн за неделю я знаю что многие игры чтобы поднять онлайн на своем сервере они там воскресенье вводят рейты x2 или там еще что-то было бы очень жестко и круто если бы вот такое оружие давалось на три часа каждое воскресенье если вам понравилась эта идея обязательно пишите об этом комментариях я подготавливаю нашу ведьму к убиению вы знаете что не так уж и легко и убить если коконы нести вот такие вот даже стихи и так же если вы хотите ребята чтобы какие-то стихотворные прикольненькие моменте а лаздыки писал тоже комнаты все я ради своих подписчиков готов идти на все на любые поступки на любые проступки поэтому либо давайте подкрепиться и в принципе можно и под ведьмой слиться не не слиться не это просто так в рифму сказано поехали ведьмашечка я помню у тебя есть очень больно кусочий удар 68 урона поэтому хорошечно как же я ее зажал вообще упал не там журнальчик вот она что она постер 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 мы сейчас ребят будем пробовать ее убивать полностью она довольно таки серьезный противник я не знаю отбивает конечности вот этот вот 29 но судя по всему что ничего такого не делает это просто какая-то пухка которая нормально нереально себя показывает в бои и не знаю почему нет немного подлагивает причем это может очень пагубно сказаться на дальнейшем убиение нашей ведьмы но оружие бесконечно просто зажал мечта каждого лаздейра зажать и убить любого зомби любого вообще пофиг кто это был да нормально чинс чинс и все всех до свидос смотрите чё ты там делаешь девушка дедушка короче ребят я ухожу с этой локации на все четыре стороны но это еще не все давайте сходим в гости к одному очень очень симпатичному зомби я думаю вы догадались как его зовут это просто слепой охотник как горит конечно один из известных блогеров ты покажешь рыбы а мы покажем слепого охотника и так ребят мы конечно же опустились в бункер альфа сейчас мы будем делать ветер показать крутые плюки это пока может поэтому ребят я вижу что она даже там где-то критует 8 и даже 12 урона пролетал ну вроде не четкие десяточки то есть и нет у нас никакого там шанса что-то здесь показывать что выпадает что не выпадает у нас есть шанс только показать что это реально крутое оружие и шикардосно можно его конечно же использовать вот так вот купил убиение всех короче наверное давайте перед имажем да перед имаживает нашего как говорится толстяка все очень в топе очень круто токсичные зомби всех расстреливаем всех убиваем отлично как говорится отдыхаем дальше давайте посмотрим но я понимаю что конечно нарваться на вот этого яростного гиганта это сразу же понять он дает вам понять что он хороший противник и чем меньше у него хп тем сидеть серьезнее он вам по щам может как говорится вдать в дуть так ой ёшенки прописал так прописал ребят хотел как-то быстро убить для какой короче нормально два журнала поехали дальше слепой охотник уже навряд ли вы же просто идеальное оружие машина для убийств я уже конечно просил вас написать зачем и куда и как вы использовали вот этот вот я не знаю как это ну гвоздеме ну что-то именно так мне и хочется его называть постеры нормально нереально забираемся в логово к нашему слепому охотнику и будем сейчас воевать со всей силой война слепым охотником двоечку выписывать точь-точь как блок настреляет в разы быстрее поэтому и не боишься вообще ни разу что у тебя там с прочностью что-то или сколько там 8 а год по моему 10 я не знаю не помню что у меня блоков нет что проект ну не так нет идем поближе потому что уже следующий раз нам нужно будет сбивать им х пули пацан ты чё делаешь ты чё такой детский ну в принципе сотку за раз не сбивает или даже сбивать даже больше чем сотку вот это нормально вот это круто хорошей на давай давай наяривать просто шикарно уничтожаем своего противника до нравится если бы это оружие было реально бесконечным ну да не то что бесконечным можно было было бы его перезарядить аккумуляторы используйте не так уж и легко аккумуляторы найти воде ну или выполнить кучу заданий чтобы вот тот пацан который изобрел это все дело который там на пикапе у нас сидел все-таки имел возможность его перезаряжать я думаю что нужно обязательно чем больше тем лучше флуда навести чтобы нам разработчики вернули ну или как говорится показали еще разочек вот это оружие наслаждаться им можно было бы бесконечно заодно мы уже знаем куда его можно потратить знаете расскажу вам историю о волнах то что волны я проходил это уже не секрет но есть ребята которые реально дошли до девяносто девятой волны используя сугубо практически сугубо вот эту вот куколку ну понятно что использовали это не не точь-точь идентична вот этот вот гвоздемет но тем не менее она помогла им дойти до девяносто девятой волны слить там всех получить свой долгожданный байк потому что чтобы реально получить полицейский байк нужно слить несметное количество огнестрела а имя например там двадцаточку каких-то там гранат и конечно уже все не так уж и тяжело до дальность стрельбы этого оружия не такое большое тоже не достает так как блок но я вам скажу что просто стоишь челк-челк как папарацци отстреливаешь себе на все сто процентов и сейчас загляну в одно место именно за обязательно заберу там гранат хорошая вещь на но это опасно конечно делать но мы видим что передамаживает практически на изи то есть чтобы не взорвался нужно конечно же передам от прикрытия на него еще какие-то активные модули это был бы шикардос подрывничок идите сюда товарищ мы с вами поговорим так на так 98 и пошел-пошел-пошел просто уничтожение миссии он там плыть так два яростных гиганта вот что меня ждет сейчас так яростный гигабайт я знаю что ты все равно мне в щи лупишь я не знаю зачем автохилл нажал может быть позже нужно было что-то не быстро он бегает вообще опустив дверь уже лёгогот пошел-пошел как торпеда дальше не буду бегать все равно не избежать не стыка с ним и обязательно он бы мне лупану никуда бы я не делся как бы я не разделся вот сейчас можно сразу в щи получить нет получается если вы близко к стенке прислоняетесь то яростный гигант может вас ждать уже сразу у дверей как только вы ее откроете получите в щи от яростного гиганта а если вы про или используете какие-то экономный способ прохождения бункера то можете слиться с одной тыки ну то есть хп не до максимума или еще что-то любые конечно показатели могут слить вас с одного удара поэтому нужно будет вот здесь внимательно быть чекс нормально еще одна нашивочка ребят вот такой вот получился у меня видос надеюсь что он реально заслужил на ваш лайкос ведь каждый лайк каждый коммен который вы пишете делает несметную мотивацию для снятия новых крутейших роликов любые ребят идеи любые идеи для роликов или конечно против проверь что обязательно сниму в следующих видосов всем удачи всем пока и увидимся в следующих видео